Можно сказать, что его ближайшие соперники делали программы на уровне 66 баллов, а Грязев даже 71 делал. Воронов 68, вот такой уровень оценок. Сергей Добрин. Очень волевой спортсмен. 4-2 с касанием рукой, но ничего, это ничего. Короткая программа, молодец. Это неожиданно. Как раз лукс у него всегда очень хороший. КОНЕЦ 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 И там выкреп с крюком, с тризвом могли выпасть и так далее. Дорожка не полная, но дорожка получит первые уровни 100%. Даже про другой нечего мечтать. У него и так она второго уровня, так он полдорожки пропустил. Не полдорожки, треть. Лут. Не только первым, но и вторым страшно кататься. АПЛОДИСМЕНТЫ Он поменял тренера в этом году, перешел к Алексею Николаевичу Мишину. Новые приемы работы. Мне кажется, что они двигались в правильном направлении. Я видела их работу. В отсутствие Жени Алексея Николаевича работает, не прекращает свой поиск и использует свои возможности. Он сам всегда говорит, что подходит. Здесь родители говорят, что хорошего сына родили. То есть, ну, в отсутствии Жени все равно нужно заниматься не только с выдающимися. И он использует себя в полной мере. Мне казалось, что Добрин очень психически устойчивый. Он всегда как-то... Всегда сделает лучше, чем он сделает на тренировке даже. Ну, у него сейчас ситуация непростая. На чемпионате России впервые с новым тренером. И это первая очная, серьезная такая встреча со всеми. Отбор. И сразу нужно все в себе собрать. Ну, отбор каждый год с любым тренером. Отбор. И он отбирался и катался на чемпионатах мира и Европы. Я понимаю, это просто... Потому что, когда меняешь тренера, тогда хочется что-то кому-то доказать. Может быть, каким-то другим соперникам больше на этом зацикливаешься. А может, и нет. Может, он об этом даже и не думал. Может, наоборот. Я думаю, что он не думал, когда он на дорожке споткнулся. Потому что он думал. Хотелось бы, конечно, спросить у каждого, что с ним происходит, когда он падает с дорожки. Ну, что Леша Ягодин однажды с ласточки упал. С ласточки упал, как сейчас помню, в Канаде. Прямо на лицо. Вот смеху-то было. Вы-то хохотали. Уж я помню, как Леша только что-то не смеялся. Да, причем он выиграл. Выиграл в соревновании при этом. Только что-то он ругался очень, я помню. Ну да, он, во-первых, ругался, что я ему ласточку вставила. Ну, вон он в хорошем настроении, видите, как. Теперь же надо пиариться. Раньше можно было слезы лить по поводу такого катания, а сейчас можно надо пиариться. 28.05 за технические элементы. И 32.76 за компоненты. 28.05 и 32.76. 60.81 отстал на 3 балла от Владимира Успенского. Две исполнения.